Это программа «Наше утро» в студии Карина Хазова и Дмитрий Солдатов. Мы продолжаем. Уже в 45 регионах нашей страны официально запрещена продажа энергетических напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Теперь о запрете таких сомнительных бодрящих напитков задумались и в Челябинской области. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Евгения Майорова. Именно она обратилась в законодательное собрание Челябинской области. Ну а сегодня мы решили выяснить, почему тонизирующие напитки представляют опасность для неокрепшего организма. И поэтому вышли на связь с главным детским неврологом Челябинской области, заведующим отделением нейрофизиологии Челябинской областной детской клинической больницы. С нами на связи Денис Смирнов. Денис Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала разберемся вообще в теме вот этих бодрящих напитков. Это все-таки эффект самообмана, когда тебе кажется, что ты бодрый, или действительно происходит заряд бодрости? За счет своего состава энергетические напитки содержат большое задержание кофеина и быстро усвояемые глюкозы, которые реально способны дать быстрый эффект подзарядки, зарядить энергией. И вместе с этим в своем отдаленном периоде по окончании действия энергетического напитка приводит к истощению организма и, возможно, к такому же быстрому, как и первоначальной подзарядке. Что касается действия энергетических напитков на детский организм, какие негативные последствия может вызывать употребление пусть даже вот одной баночки энергетика? Все производители энергетических напитков ограничивают цену употребления своих напитков в 18 лет, кто-то в 16 лет. И за счет повышенного содержания кофеина, который в детском возрасте мы вообще не рекомендуем употреблять. То есть мы все знаем, что... Я не знаю детей, которые выпили по утрам чашечку кофе, но при этом мы им даем возможность употреблять энергетический напиток на протяжении всего дня в неограниченном и неконтролируемом количестве. Вместе с этим за счет большого содержания глюкозы мы можем... Особенно у детей, у которых, скажем так, еще не выявлен сахарный диабет, может дебютировать, может в какой-то степени спровоцировать развитие данного заболевания. И вообще, если ребенок примет не одну, а две, три или четыре баночки энергетического напитка, то есть это вообще непонятно, к чему может привести. И дети-подростки, употребляющие такие напитки в вечернее, в ночное время, на утро, мы можем у таких детей спровоцировать терапевтический приступ в дебюте заболевания. Серьезные, очень серьезные последствия. А вот сладкая газировка, у нее такое же воздействие на организм, как у энергетиков? То есть обычная газировка, в принципе, да. То есть они все содержат большое количество сахара, у них кислый газ, за счет чего быстро всасывается, всем детям приятно пить газировку, их любимый напиток. Но энергетические напитки отличаются от газировки обычно тем, что там есть кофеин и еще добавочные вспомогательные вещества, звучит приятное и полезное, это витамины, это адаптогены, дополнительные стимулирующие вещества. Но обычная газировка не содержит этих веществ, не содержит кофеин. Поэтому здесь есть различия. Но если сказать, что и энергетически напитки газировку, и то, и то, по утрам быть вредным всем. Потому что она за счет, потому что стимулирует, можно спровоцировать гастрит. Поэтому нужно подходить с осознанным. Денис Сергеевич, спасибо вам большое за то, что сегодня вышли с нами на связь и побеседовали с нами. Я напомню, что с нами на связи был главный детский невролог Челябинской области, заведующий отделением нейрофизиологии Челябинской областной детской клинической больницы Денис Смирнов. Слушай, Карина, у меня вот один вопрос. Мы, к сожалению, во время не ограничено, не успели задать его Денису Сергеевичу. Почему у детей есть тяга к энергетикам? Мне кажется, они не осознают, многие из ребят, во-первых, очень разрекламированы, наверное. Думают, что это просто газировка, ради вкуса они ее покупают, не ради эффекта, а после сталкиваются с последствиями. У энергетика, насколько я знаю, очень ярко выраженный вкус, поэтому, мне кажется, важно родителям донести, что это не полезно и даже очень вредно. Ну, мы посмотрим вообще, как будут развиваться события и увидим, что вообще из этого получится. Изопретят ли продажу энергетиков детям или нет. Все это, я думаю, мы узнаем совсем скоро. Ну, мы расскажем, в свою очередь, о полезных продуктах. И сегодня мы вам поведаем о таком продукте, как тунец, и узнаем рецепт слоеного салата вместе с этим... Вместе с тунцом, да? Давайте приготовим.